Привет, меня зовут Саша и мне 17 лет. Мне очень нравится парень из 11 класса, но я боюсь сказать ему об этом. Но сейчас уже наступило 1 сентября и мне пора собираться. Привет, Сашка, ты в школу собираешься? Я видела, что Влад уже пошел в сторону школы. Привет, я уже выхожу, встретимся у школы. Окей, до встречи. Приветик! Привет, Дин. Смотри, там твой Влад стоит. Ты так же, как и в том году, будешь бояться с ним заговорить? Ну а что ты мне предлагаешь тогда? Ну, тебе как минимум нужно с ним поговорить, а дальше само пойдет. Ладно, посмотрим. Здравствуйте, 10-й Б. Поздравляю вас с 1-м сентябрем. И в честь этого праздника мы решили сделать вам вечеринку в 7 часов вечера. У Саши. Ты там долго еще? Выхожу, выхожу. Ты прекрасно выглядишь, Влад не устоит. Но из-за тебя мы можем опоздать. Саш, там не Влад ли общается с Диной? Сашка, ты не поверишь. Только что Влад спросил, пойдешь ли ты с ним медлячок танцевать. Ты сейчас не шутишь? Ну конечно же, не шучу. Саш, тебе очень повезло, ведь Влад красавчик в школе. 23.00 Что ж, пойдем уже домой. А то тебе далеко идти до дома. У дома Дины. Ты когда придешь домой, напиши. А то я переживаю за тебя. Не бойся, все будет отлично. Не волнуйся, я позабочусь о ней. Вот теперь я точно буду спокойна. Спасибо, что провел меня. Саш, я давно хотел тебе сказать, ты давно мне нравишься. Можно я завтра за тобой зайду? Конечно, можно. Ну что, дошла до дома? Ага, дошла. Влад обнял меня. Круто, а не поцеловал? Нет, ты что, но он сказал, что я ему давно нравлюсь. Крутотень. Ладно, я пойду спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи. На следующий день. Что-то у них картонные отношения какие-то. Влада давно уже в школе. Я проспала, а Влад обещал за мной зайти. Ну, ты как обычно, ничего удивительного. А у Влада неплохой вкус. Не зря все его достается мне. Какого черта ты творишь, Егор? Ничего страшного. Это она сейчас ломается. Потом все изменится. Походу, не только Владу ты запала. Раньше никому не нравилась, а сейчас всем стала нужна. Но зато это очень весело. Всегда ты идиотизм несешь. А ну молчи, коротышка! Дорогие дети, к нам приезжает проверка, поэтому уроки на сегодня отменяются. Господи, наконец-то хорошая новость сегодня. Давай пойдем прогуляемся тогда. Я только за. Бей его, бей! Смотрите, драка! Мне послышалось или кричали, что драка? Посмотри туда! Я думаю, что лучше нужно уйти, иначе и нам влетит, если влезем. А завтра узнаем подробно, что случилось у них. Думаю, ты права. Спустя два часа. Будем еще гулять. Нет, я, пожалуй, пойду домой. Тогда я провожу тебя. Ты помнишь, что говорил сегодня Егор? Конечно, помню. А что? Возможно, из-за этого у них драка и произошла. Возможно. Кстати, Влад в сети. Возможно, Егор ему что-то наговорил плохого, поэтому будь осторожна. Хорошо, я постараюсь. Тогда завтра расскажешь, что там у вас. Привет! Чего тебе? Я соскучилась. Иди скучай по Егору. При чем здесь он? Ну, у вас же там любовь. Нет, с чего ты взял? Он так сказал. И ты поверил Его словам? Я думала, это у нас любовь. Так и есть. Вы из-за этого дрались? Из-за того, что он сказал. И ты поверил Ему? Да. Он много раз уводил у меня девушек. Я не люблю Его, а люблю тебя. И я тоже люблю тебя. Может, сходим погулять? Хорошо, давай. Окей, буду ждать у твоего подъезда. Привет, милашка. Твой Влад получил по лицу. Теперь ты понимаешь, что он недостоин тебя. Егор, это ты недостоин меня. Я люблю Влада и буду с ним. А ты делай, что хочешь с этим. Еще посмотрим. Ну вот что за кусок идиота ко мне пристал? Задолбал. Но тратить на него время мне не стоит. Потому что у меня есть дела поважнее. На улице. Я скучал по тебе. И я скучала. Я знаю одно красивое место. Пойдем? Конечно, пойдем. Здесь правда очень красиво. Так же красиво, как и ты сама. Саш, дождь пошел. Нужно спрятаться. Ну, он там, в принципе, справа выход. Спрятаться. Ой. Я пошутила. Не надо. Не надо. Алло. Скорая? Приезжайте по адресу Тэнтэнтэн. До человека упал с крыши. Простите. Можно поехать с вами? Кем вы приходите с этому молодому человеку? Я его девушка. Простите, но мы не можем взять вас с собой. привет саш почему ты так поздно звонишь мы с владом гуляли решили пойти на крышу он подскользнулся и упал с пятого этажа у боже как так что с ним я не знаю его увезли на скорой здравствуйте можно узнать у вас находится владислав лебедев здравствуйте да он находится у нас а вы кто ему я его девушка можно спросить как он чувствует себя его жизни ничего не угрожает но к нему пока нельзя спасибо вам большое на следующий день ну как там влад я вчера звонила в больнице сказали что все хорошо когда ты позвонила я очень сильно испугалась мне нужную библиотеку пойдешь нет я подожду тебя здесь малышка как там твой влад вся школа говорит перестань называть меня такими словами а что если мне так нравится с ума сошел ну тебе же понравилось не думал что ты такая в больнице здравствуйте вам кого я пришла навестить владислава лебедева прости но к нему нельзя сегодня можете тогда передать записку ему да конечно могу влад пойми егор прижал меня к себе но мы не целовались я бы так не поступила я люблю тебя егор мне не нужен я понимаю что ты чувствуешь но надеюсь что ты поймешь меня люблю тебя саша ты можешь подождать здесь я принесу ответ спустя 15 минут другое не могла придумать иди к нему или иди кому нибудь другому я тебе не верю между нами больше ничего нет и не будет спасибо вам большое дина нам нужно встретиться окей встретимся у школы у школы что-то случилось прочитай да уж он не сказал кто отправил ему к сожалению нет эй солнце чего ты плачешь тебе не нужно расстраиваться из-за влада но я люблю его но я люблю его я сделаю тебе я сделаю тебе счастливой чем влад и ты знала что он употребляет ты о чем ты ты правда не знала что он игрался с котиками ты врешь ты 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 то никак. Что-то случилось? Саша и Егор встречаются. В смысле, как? Я сам не знаю. Что-то мне подсказывает, что он ее просто использует. Возможно. Влад, успокойся. Я спокоен. Ага, я вижу. Кстати, какой у нас урок? Физкультура. С Сашиным классом. И зачем же ты меня позвал? Чтобы врезать в твою морду. А хочешь, я тебе расскажу секрет? Саша никогда тебя не любила. Ты ей не был нужен. Владислав, что ты творишь? Я сейчас же позвоню твоей матери. Что за шум? Нужно сходить и посмотреть. Ты? Ненавижу тебя. Ты на голову больной, правильно сказал тогда Егор. Юлия Владимировна, ваш сын чуть не убил своего одноклассника. Я понимаю, я поговорю с сыном. Прошу, поговорите с ним, иначе нам придется выгнать его со школы. И мальчикам нужно будет сходить к психологу. Хорошо, я поняла вас. Здравствуй, сынок. За что ты так с Егором? Заслужил. Ладно, расскажешь потом. А сейчас иди учись. Саша... Нам нужно поговорить. Нам есть, что сказать друг другу. Я хочу задать вопрос. Когда я был в больнице, почему ты сразу побежала к Егору? Когда ты попал в больницу, я не знала, что мне делать. Я решила позвонить Дине, чтобы она поддержала меня. Когда я собиралась идти домой, рядом со мной оказался Егор. В тот момент мне не хватало тепла. Тебя, конечно, можно понять, но я не могу такое простить. И еще Егор сказал и показал, что ты игрался с котиками. Я сделал это только один раз. Меня успели остановить родители. Влад, я люблю тебя до сих пор. Прости, но я не могу простить тебе измену. Схожу, пожалуй, на заброшку. Нужно сделать одно дельце. Вот эта драма просто невероятная. Здесь ты подскользнулся и упал. Здесь сломалась моя жизнь. Я не хочу причинять себе и тебе боль. Поэтому я все исправлю. Какого черта ты творишь? С ума сошла? Эй, ну все, успокойся. Прости меня. Я давно простил тебя, солнце. После выхода из больницы Егор и Дина перестали общаться со мной. Один раз, когда мы с Владом проходили мимо них, я услышала, как Егор говорил Дине, что он пользовался мной для того, чтобы поставить Влада лицом в грязь передо мной. Дина изменилась и стала общаться с ним, так как была влюблена в него и хотела быть с ним, а я мешала ей. Ого, какие новости я узнала сегодня. Почему же вы раньше не сказали об этом? Ты все не так поняла. Почему ты хочешь сделать из меня дурочку? Я прекрасно все слышала и надеюсь, что у вас все будет хорошо в будущем. Вместе с Владом мы закончили школу и университет на красные дипломы. И спустя восемь лет я забеременела. Конец. Субтитры сделал DimaTorzok Д섭ит. Продолжение следует...